И вот прошло две недели с момента того, как я его не видела, своего любимого, дорогого человека. И вот сейчас я приехала за ним, чтобы его забрать. И через час настанет это время, когда я его заберу. Я не могу представить этот момент. Я очень и очень рада. Да без памятства. Я не представляю, как это всё будет происходить. Но этот момент через час настанет, и я его заберу. Я очень переживаю. Лишь с Кондратьей хватит. Это конец князю. Я только не упрекал, никакой нет. Нет. Сейчас. Мы теперь будем вместе отсюда. Вы же не обещали, что я тебя не оставлю. Мы. Ну вот. Словно, ты не жмал, всё будет хорошо. Что нужно? Боже мой. Тотлет. Ну ты тетлет. Пену твой тетлет. Всё хорошо. Всё. Теперь будет всё хорошо. Можно мне присоединение? Ты вернулся. Так ты всё, 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 всё хорошо. Всё хорошо. Да, всё хорошо. Да, всё будет хорошо. Всё хорошо. У нас ребята писали этот подкаст. Не надо. Я гражданская. Что я могу сделать? Не просто помогаю. Ловочка, заберём скоро. Всё будет хорошо. Спасибо. По-другому быть не может. Всё. Встань. Встань. Встань, мудроженый. Всё хорошо. Дедичка. Я не верю сейчас. Ну дай, сколько мне надо до кучи собираться теперь. Дедичка, я приехал из-за того, кто ли твоя семья и кто я. Я Щербаков Денис Викторович, 29.06.1989 года рождения. Я бывший военнопленный. В ходе следствия Российской Федерации установлен факт моей невиновности и моей непричастности к военным преступлениям. Я очень благодарен многим людям, которые непосредственно помогали моей супруге, без которой бы ничего бы не произошло. Я очень им благодарен. И непосредственно благодарен самой супруге, ее упертости, упрямости и в некоторой степени прямолинейности. И что теперь у меня есть огромный шанс вернуться к мирной жизни, где я начну свою новую жизнь со своей семьёй, у себя дома, вместе со своим ребёнком. Я надеюсь, что новое общество меня примет по-новому и будет ко мне относиться по-человечески, с достоинством. И я буду этому благодарен и буду платить той же монетой. В ряды вооружённых сил Украины я попал тоже, так скажем, вынужденно. У меня в 19-м году умерла мать и у меня возникли большие долги. И чтобы отдать эти долги, я пошёл в ряды украинской армии. Я не хотел воевать и не хотел применять оружие. Благо, что я попал в подразделение обеспечения, где проходил службу связистом, так как у меня гражданская специальность связист. Попал в плен я 11 марта этого года. Было очень обидно, так скажем, потому что у меня заканчивался контракт 1-го числа, к которому я уже собрал по перечню весь пакет документов и хотел уволиться с рядов вооруженных сил Украины. Но по законам военного времени у нас контракт автоматически продлевается. Мы договорились со своей супругой, что мы, так скажем, соберём тревожные чемоданчики. И при любой возможности мы просто развернёмся и уедем, так скажем, на мирную территорию. Но, к большому сожалению, нас разбросали в совершенно разные стороны. Попавший в плен, вот нас взяли в плен русские ребята, если я не ошибаюсь, это 22-й полк специального назначения. Вот у нас была такая ситуация, мы с ними катались от позиции к позиции, соответственно, мы как военнопленные, у нас были завязаны глаза и руки. Я запомнил имя командира одного из этих отрядов, его звали Максим, позывной у него был Ворон. Я очень благодарю этого человека, он, скажем так, не так скажем, он спас нам жизнь, потому что когда начался обстрел, он в прямом смысле слова взял нас за шкирки и забросил в подвал. И буквально через полчаса он прибежал к нам в подвал, он спросил, как у нас дела, хотим ли мы есть. Он нам оставил пачку сигарет, что в крайнем меня бескуражило. Он развязал нам руки. Ребята нам принесли сухпайков, они нас накормили. Там были очень хорошие ребята, такие ребята от 20 до 22 лет. Я сам не маленького роста, мне метр 81, но я смотрел на этих ребят снизу вверх. Они были все как на подборном, так скажем, как 33 богатыря, но они относились к нам достойно, как военный к военному. Они понимали, что у них стоят свои определенные задачи, у нас свои были определенные задачи, но какой-то, так скажем, вражды или ненависти они к нам не выражали. Когда они кормили нас с ложки, мы были в одном из очередных домиков, тоже катались по позициям. И просто он говорит, парни, извините, мы по инструкции не можем вас развязать, у нас приказ. Но они достали в сухпайках все, что у них находилось, они смешали, он говорит, мы так питаемся, потому что это очень калорийно, в одну посудину и кормили нас с ложки. Со мной был офицер, которого было со стороны, на которого было немножко даже и стыдно, и смешно смотреть, которого кормят с ложки. Я себя очень чувствовал неловко, но я очень им благодарен за это. Находясь в следственном изоляторе, у нас очень довольно-таки часто были поступления новых военнопленных, и вот к нам попали в камеру ребята, которые были взяты в плен на заводе Азовсталь в Мариупольском. И вот они непосредственно находились рядом с батальоном Азов. В момент, когда они все находились на самой Азовстале, азовцы ели красную икру и ели очень дорогие сорта сыров, которые просто смертные, даже в гражданской жизни себе не каждый позволит купить. А наши ребята ходили по территории Азовстали и собирали бычки, и им выдавали один паек на день. Это было пол пластикового стакана каши, который они делили даже бывало на несколько человек. А азовцы, так скажем, мягко жировали. Когда они были на Азовстале, что азовцы прятались на нижних этажах бункера, это минус четвертый этаж, а самих ребят, ВСУшников, морпехов, они выставляли вперед. Все эти ребята, мягко скажем, не очень были довольны даже просто присутствием рядом с собой этих азовцев. В населенном пункте Пески к нам неоднократно приезжал батальон правый сектор. И у меня была поставлена задача от командира батальона прошить радиостанции, которые находились непосредственно на командном пункте батальона. Я слышал в эфире по радиостанции такую речь, что ребята с КСП роты докладывали на КСП батальона о том, что идут обстрелы. По планшету посмотрел и вычислил по координатам, что это работали не со стороны Донецка, а работали с нашей стороны. И услышал речь комбата, что приехали, так скажем, нам на помощь батальон правый сектор, который же сам отрабатывал по нашим позициям. Сворачивались и делали перекат. Ну это такая военная терминология. Они делали перекат, это работали в одной точке, свернулись, это отработали в другой точке, свернулись. Визуально не могли их засечь, но они работали с тяжелых минометов 120-х, потому что земля тряслась. Начальник артиллерии принял такое решение, чтобы дать ответный огонь по координатам, откуда были выходы, так скажем, по правому сектору. Но мы не успевали этого делать, потому что не сворачивались, ехали в глубокий тыл. Уже в начале военной операции, вот у меня было много времени посидеть, подумать в СИЗО. Все люди, которые попадали в плен, они были подвержены информации, которую преподносят в средствах массовой информации, в том же интернете, по тому же телевидению. Каждый человек имеет свое мнение, но ему не то, чтобы не дают возможность его выразить, а ему даже не дают времени подумать и сформулировать правильно свою речь. Очень много людей против этой войны. Они не хотели идти брать оружие в руки, но их вынуждали просто это делать. Это является не только моим мнением, но мнением многих людей, непосредственно мнением таких же самых военнопленных, которыми был и я, что Украина, украинцы являются просто инструментом в большой игре Запада и западных стран, стан Европы, из которых массово идут как финансовые поступления, так и обеспечение наших вооруженных сил иностранным оружием. У нас на обеспечении были иностранные радиостанции, такого типа как Харрис и Моторола. Я слышал выступление президента, в котором шла речь о том, что мы будем воевать до последнего солдата. Это лично мое мнение и мнение многих людей, что мы просто попали под какой-то массовый геноцид. Но я надеюсь и думаю, что украинский народ все-таки задумается о том, что их используют, что ими пользуются, что по большому счету они не нужны, потому что идет массовая мобилизация, мобилизирует уже вплоть тех людей, которым исполняется даже 65 лет. Вот со мной в камере находился уже дедушка, неоднократно дедушка, которому на днях исполнилось 60 лет, и его мобилизировали в морскую пехоту. Ну это просто смешно. Мобилизируют уже даже женщин, военнообязанных, обратно же тех же самых медиков, поваров, которых, скорее всего, будут бросать на первые линии фронта и которых просто будут уничтожать. Мы оба братские народы, как Украина, так и Россия. И мы просто между собой, это бессмысленная война, она ни к чему не приведет. Она приведет только еще к большим жертвам, больше борю, и ничего хорошего с этого не получится. А страны Евросоюза и западные страны просто будут обогащаться на этой войне. Я хочу обратиться как к военнослужащим украинской армии, так и к обычному простому народу. Я не призываю вас там предать свою страну или же нарушить присягу, которую вы давали Украине, а просто элементарно прошу вас задуматься о том, что вы вообще делаете. Ведь у каждого народа мы являемся свободной страной, независимой страной, в котором народ имеет как свое мнение, так и свое слово. Чтобы вы задумывались о том, что вы делаете, что вы не подвергались влиянию нашего правителя и все его свиты, которые являются пешками Запада, а просто делали свой выбор, чтобы все это как можно скорее прекратить. Это безумие, это кровопролитие, бесцельное кровопролитие. И чтобы наши братские народы просто не воевали, а пришли к какому-то одному мирному решению.